друзья я вас приветствую сегодня у нас 33 уже факт по программированию то есть вопросы ответы вопросы задаете вы отвечаю я пользуюсь своим опытом который мне уже больше 25 лет разработки я повидал всяко-разно и просто делюсь своим опытом отвечая на ваши вопросы на самом деле мне кажется что это удобная форма общения более того напоминаю что вопросы можно задать и в телеграм-канале у нас и в общем-то и в блоге форму обратной связи используя при этом ну давайте покажу какие сегодня вопросы на самом деле их всего лишь три но последний вопрос ну то есть номер 149 последний на сегодня он задается достаточно часто из с течением времени ответ на него на самом деле для меня не меняется но доводы я буду приводить уже на основании современных тенденций которые как бы присутствуют в программировании в том числе и в разных языках давайте для начала переключимся на первый вопрос и начнем вопрос номер 147 для чего нужны юнитесты что такое метрики друзья давайте попытаюсь на самом деле очень просто рассказать что такое юнитесты как вы понимаете разработчик пишет код и вот юнитесты собой тоже представляет какой-то код но очень небольшой маленький который проверяет работоспособность другого кода другими словами когда вы например получаете профиль пользователя программ конечно же потом генерируете какой-то шаблон сообщения допустим для отправки на email и потом отправляет этот самый email с этим шаблоном для этого пользователя на его адрес вот юнитесты они делятся на куски кода которые могут проверить что вы действительно получили этот профайл допустим по запросу каким-то каком-то параметрам действительно ли сгенерировался ли правильный шаблон и действительно ли было ли отправлено email сообщение для этого самого пользователя и вот чем мельче это юнитесты тем больше они вам могут сказать но если вдруг они сломаются например какой-то другой разработчик изменил шаблон подменил там какие-то параметры прогнал юнитесты и увидел что какой-то шаблон не смог подменить там какое-то название какого-то поля и вот юнитесты нужны для того чтобы контролировать выполнение вот вот этого вашего кода который реально делать какие-то бизнес задач бизнес функции это что касается юнитестов опять же есть разные фреймворки есть разные принципы там молкинги и так далее мы проект пока не говорим мы просто объясняем что такое юнитесты для чего не нужны и так что такое метрики метрики это тоже код который написан специальным образом который позволяет просчитывать какие-то ситуации просчитывать какие-то изменения в статичных данных в том числе и динамичных данных кстати в общем то есть и говорить другими словами то метрики они собирают информацию по вашему приложению то есть давайте на примере да вот вы отправили сообщение на e-mail вы написали код который собирает метрику отправка кода отправка e-mail вот этому самого на профиль пользователя на его e-mail и когда ваше приложение работает на продакшене то есть уже на реальном приложении то есть уже в интернете пользователи на него ходят и общаются с ним через клики всякие ваши вот эти метрики они собираются в определенный набор параметров которые можно вытащить на дашборд не будем вдаваться в подробности но тем не менее метрики собираются другими собственных фреймворками ну например прометеус да вот он умеет опрашивать ваше приложение которое умеет собирать эти метрики и по этим отчетам может рисовать дашборд например в графа не но на самом деле большое количество всяких разных и метрик существует и сборщиков метрик я отобрази отобразителей отобразители до отображателей этих метрик дашбордов другими словами юне тесты работает в коде то есть они не дают сломанному коду попасть на собственно говоря продакшен то есть но в реально пользование а метрики они работают уже на продакшене они собирают статистические данные работ системы они могут измерять время выполняя там запроса количество запросов сделано и другие на самом деле варианты которые поддерживается от фреймворка фреймворку парад вот я думаю что я объяснил что такое юнит тесты и метрики главное сказать что так или иначе они контролируют качество кода но если метрики могут еще служить и для допустим бизнес до каких-то руководителей там менеджеров аналитиков которые могут смотреть там сколько было отправлено профилей пользователей сколько емейлов было отправлено там за прошлый месяц за текущий месяц так и можно сделать такие механические да ну нет наверное системные метрики которые будут читать там количество миллисекундом на отправку среднее там времени неактивности сервер ну то есть вот вот такие вот вариант так я думаю что он с этим вопросом все понятно поехали дальше и так следующий вопрос уже номер 148 с чего начать изучение алгоритма для младшего разработчика но я надеюсь что для вас не будет сюрпризом то что я сейчас скажу а я скажу следующее я считаю что младшему разработчику изучение алгоритмов не требуется опять же говорю это на основании своего опыта потому что друзья на самом деле младшему разработчику нужно изучить синтаксис правила использования кода написания может быть даже паттерны прочитать каким-то может быть самые раза распространенный а вот алгоритмы мне кажется это скучная штука почему это говорю во первых алгоритм бывает разные они призваны решать определенные задачи может показаться очень скучным если вы выучите там 150 миллионов алгоритмов ну это миллион нюансов для их используем как говорится придете на работу а вам этих алгоритмов не дадут в общем я точно знаю что младшему разработчику не дают задач для решения которых используются алгоритмы дают задачи на самые простые чтобы человек в них в проект чтобы понял как это работает что с чем связано что как пройти систему ся и сиди то есть публикации проекта изменений вот точно не для алгоритмов алгоритмы нужны когда уже вам будут давать большие задачи это вы будете в другом немножко ранге я думаю что это будет чуть выше чем младшего то есть средний разработчик если хотите и тогда уже можно приступать к изучению алгоритмов но и в этом случае сидеть типа зубрить с утра до вечера эти алгоритмы я не считаю что это правильно потому что выучить конкретный алгоритм конкретному заданию это один вариант другое дело знать какие есть алгоритмы но при этом не нужно их зубрить там как применяется тем более в коде или там для разного кода смотрите на моем примере было несколько вариантов решения очень таких достаточно сложных на мой взгляд алгоритмов но суть сводилась тому что зная си шарп я точно мог принять решение то есть ну я уже был не младшим разработчиком чуть постарше я принял решение использовать питон да то есть но если си шарп может получать как это называется питоновский файл выполнять его получать результаты обрабатывать ну так иногда тоже бывает то есть питон решает некоторые алгоритмы в разы проще и ну не сказать быстрее ну да наверное быстрее то есть с точки зрения проведения времени над ним они с точки выполнения про кода то есть алгоритмы разные решаются разными программными языками по-разному и нужно просто понимать как это может быть работать на одном языке на другом языке на третьем я не призываю вас кстати бросаться изучать питон со временем вам это придет с точки зрения банальной эрудиции алгоритму младшему разработчику на первоначальном этапе на мой взгляд не требуется почему я уже наверное объяснил поехали дальше итак вопрос номер 149 на ваш взгляд какой язык будет наиболее перспективным будущем смотрите я бы слова перспективным через слэш бы написал модный потому что тот язык перспективный или модные вот и вы сейчас видите а я как бы виртуальные кавычки показываю которые собственно говоря за который платят и надо сказать что есть языки которые уже давным-давно есть порядка ну например сша да то есть 2001 года по моему идет а сейчас уже 20 лет и он только расширяется есть некоторые нюансы его там масштабирование до его добавление функционалов него то есть когда он был написан на си плюс плюс потом он сам ну в общем ладно неважно смотрите к этому списку перечисленных языков я бы дал еще питон или соответственно переключаемся на следующий слайд я его нашел на стек оверфлоу это данные за 2021 год собственно говоря что наиболее часто используют языки с левой стороны это javascript html питон и сql в общем ничего никуда не девается это как было так и модным остается но в силу некоторых ограничений других языков скажем так ну и наиболее часто используют фреймворк 3g с он отсказать сейчас такой в зависшем состоянии немножко перестал прям рвать всех в своем списке джек варис дает позиции экспресс ангуляр тоже так чуть-чуть совсем но всего того что их можно использовать вместе поэтому как бы этот стек известен если говорить про те языки которые мы собственно говоря вернее звучать в вопросе то все шарпа здесь нет и это понятно почему потому что здесь фронт-энд разработка почему-то люди не думают чтобы кент на самом деле на мой взгляд важнее опять же чем фронт-энд потому что один хорошо написанный бэк-энд можно отобразить на разных фронт-эндах но ладно это уже лично и собственно игра в следующем слайде я вам хочу вот что показать если говорить про си шарп опять же давайте сразу четко скажу что я выбираю си шарп я выбрал в 2001 году при этом до этого я работал и на в общем-то на делфи да то есть на паскале я работал на клипере я писал на php я писал на лист и я писал на этом как он звать уже даже не помню как называется в общем я перепробовал много языков и когда вышел си шарп я понял что это то что мне нужно почему потому что си шарп является такой солянкой до сборной с разных языков с чего ну с джавы например взяли управление памятью ну в общем там на самом деле много нюансов при создании языка то есть microsoft достаточно хорошо поработал и придумал этот язык как то под который специально выполнили выпустили фреймворк . нет который называется и который развивается до сих пор более то он часто стал кроссплатформенным и ладно об этом чуть позже поехали дальше смотрите ну во первых 5 и 6 миллионов dotnet разработчиков ну естественно visual studio семья так называемый то есть 5 и 6 миллионов разработчиков это на самом деле очень много то есть комьюнити достаточно большим больше более того после того как dotnet пришел в некоторые проекты open-source их еще количество увеличилось также надо сказать что за последнего два три четыре года это первой языке первый язык то есть и шар является находится на первом месте особенно после того как появился dotnet core то есть он стал кроссплатформным в частности версии 5 доса на самом деле предыдущие версии там я обычно говорю что до 3 версии в общем то нечего делать и обычно с третьей версии начинается рост до 3 версии но в частности игры про microsoft да и мвс и также развивался и silverlight он конечно сдохну неважно и собственно говоря этот язык то есть и шарп ну на github представлен разными проектами и вот их количество очень высокую скорость рост то есть их качество их количество перерастает в топ-30 то есть на сша находится вот в этом топ-30 почти все языки то есть начиная конечно с 2017 года но там мало что сравнивается на самом деле то есть разные языки по-разному ладно и ту же нюансы поехали дальше ну и надо сказать что в шестой версии комьюнити она выросла значительно буквально в семь раз даже чуть больше и надо понимать что пользователи которые ну то есть разработчики до которые приходят на оси шар некоторые приходят потому что им пришлось какой-то момент времени уйти на другие языки чтобы писать на линуксе например или использовать юный компонент ну и мне я скажу тоже доводилось писать как это называется на юай через использование фреймворка реакты и даже ангуляр и аурели я попробовал то есть и только потому что си шарп невозможно было использовать на фронт-энде сейчас все меняется сейчас я вам скажу что меняется все настолько и сильно но перед этим давайте вот посмотрим на эту картинку смотрите если говорить про левую сторону дату и там тайп скрипт gs react это набор навыков которые вам потребуется для того чтобы сделать какое-то приложение и с правой стороны это дотнет си шарп и замол почему замолчить позже а все остальное обратите внимание она собственно говоря одинаково то есть написать на на type скрипте допустим react используя можно и на android на ios на windows на macos собственно говоря на си шарпи теперь можно тоже это делать писать на ios на android на macos в общем-то при этом и и там и там используется нативный да то есть полностью родные компоненты механизмы пайплайны то есть это не какая-то надстройка которая пишешь на си шарпи она прогоняется через настройку типа замарин да и превращается такой якобы псевдо нативный код собственно говоря расширение сообщества речь идет о том что это широко поддерживается сообществом разработчиков есть компоненты экстеншены так называемые которые работают и на той стороне и на той стороне ну то есть и на си шарпи и на вот допустим на тайп скрипте или реакции и надо сказать что вижу студия код это и вижу студия в частности 2022 это среда разработки на которую можно писать и там и там более того на вижу студию код тоже можно написать на дот нэти си шарпи замал то есть но вот на тайп скрипте достаточно сложно писать код для в редакторе короче вижу студия как называется но тем не менее в общем обратите внимание только верхняя часть отличается от того собственно какие вам навыки нужны остальное все соблюдается другими словами сейчас си шарп далеко далеко шагнул вперед в том смысле что появилась возможность писать на си шарпи и компоненты и приложения для юай недавно закончилась ну буквально позавчера закончилась конференция microsoft build 2022 где была представлена такая штука как мультиплатформ и аппликейшен юай то есть для дот нет то есть что это такое это ма ма юай другими словами которая позволяет на си шарпи писать приложение которые и управляет разметкой html но это я так вот сильно абстрагировался то есть юай вы можете писать и на си шарпи то есть все ограничения которые были раньше они сейчас заканчиваются ну май 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 он вышел как бы превью и буквально через некоторое время но я думаю осени он будет уже в релизе потому что visual studio выйдет ну хотя она может и через ну а не важно в общем эта тенденция ведет тому что на си шарпи можно писать приложение и для windows и для допустим из бокса и для чего я не знаю там для браузеров в общем и для айоти использовать то есть как-то масштабы применения языка си шарп очень широкий и собственно говоря можно знать один язык хорошо других постольку поскольку но нужно определиться вам именно какой язык надо сказать что вот сейчас на экране вот эти вот компоненты которые по мультиплатформе они написаны на нативном языке используя специальные механизмы нативных сред то есть на платформе на которой вы будете писать вы будете писать код один раз а использовать запускать приложение можно будет на разных платформах на macos на собственно говоря android на ios в общем где угодно и это на самом деле очень большой шаг в сторону масштабирования использования от этого си шарпа в разных средах мультиплатформ вот эта разработка майю ай она пока ну вот превью я уже сказал что visual studio включить эту майю ай уже в релиз и сейчас я пока в режиме превью но тем не менее вы уже можете запустить попробовать я точно буду снимать поэтому штуки видео мне нравится и надо сказать что в основе вот этого моя заложен blazer а в нативную разметку разложен до пиев и мне нравится до пиев какой-то момент времени писал тоже для него и если учесть что есть компонентов пачка просто десятки если не сотни сторонних разработчиков в том числе комьюнити тулкин который может на использовать мввм это просто обалденный паттерн мне тоже очень сильно нравится я тоже буду на нем писать во всяком случае работка на юай на си шарпе она приобретает совершенно другой смысл совершенно другие масштабы и качество будет только увеличиваться сейчас си шарп является уже кросс платформен и более того он теперь не просто кросс платформен то линукс на windows и там мако запускать программы но и кросс платформен и в смысле кросс как-то по-русски сказать фронт-энд бэкэндовский то есть можно и там и там и там писать и даже для айоти то есть для интернет интернету о сын ну то есть для интернета вещей то есть для девайсов типа холодильников в общем мой выбор очевиден в очередной раз заявляю что это все шарп и просто круто потому что возможности у него очень много все остальные языки и так или иначе ну либо модные либо востребован когда на рынке не хватает одного количества разработчиков вакансии выстреливают и я бы на вашем месте не гнался бы за вот этими вакансиями и за размерами оплат потому что это все приходящий уходящий оси шарп как говорится вечер вот вот как то так так ну и что мне еще а все все это был третий вопрос я вам напоминаю что у нас можно найти в telegram канале на ваших глазах можно за сканировать этот qr-код собственно ну и подписывайтесь на канал я напоминаю что я делаю видео не только для ютуба ну и для других например зен или рутуб хотя рутуб такая спорная вещь на мой взгляд вот ну поблагодарить можно на сайте колобонга . нет там есть раздел благодарности есть ли вам помогло то что я сказал или научила чему-то было бы неплохо и отблагодарить потому что для создания видео требуется достаточно много времени я с вами прощаюсь и пишите правильный код и 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